Архи Кришна, мои поклоны, Гуру Махараш. Скажите, пожалуйста, как развивается убежденность, что лишнее или чего не хватает? Ну, что этому, видимо, мешает, что не позволяет ее развить? Общение есть ежедневно в скайпе, читаем вечером Шеман Бхагаватам и Джапу утром совместно, а полной веры все еще нет. Хочу почувствовать и полностью опрести. Вы знаете, я бы сейчас обобщил все эти вопросы в одном ответе. Конечно, можно отвечать индивидуально на каждый вопрос по-разному. Вот скажем, на этот вопрос я бы ответил так, что нужно достаточное количество времени, чтобы обрести вот эту веру и вкус трансцендентный, устойчивый. Это труд, нужно потрудиться немалые годы, как правило. Но в целом, если ответить на вопросы, то одна вещь, которую нужно сейчас отметить мне, что всем нам поможет во всех этих вопросах, это проблема ума, конечно же, ума. И что же нам поможет? Не только мантра, мантру мы повторяем, стараемся, каждый как умеет. Именно внимательное чтение книг Шилы Прабхупады. Это очень важный момент. Дорогие преданы, прочитать нужно все книги Прабхупады, Бхагавадгиту, все тамасы, шимадбхагаватам с комментариями от корки до корки. Затем прочитать учение Господа, читание, читание чередами, то от начала до конца. Давайте займемся этим. Давайте этим займемся. Вы увидите, насколько это могущественная практика, насколько важна для нас сегодня информация духовная. Очень и очень важна. Кто может сломить этот поток информации в материальном мире сегодня? Сегодня мир просто сумасшедший. Это шквал, это шторм информации, это цунами информации. Понимаете, что сейчас делают средства массовой информации через интернет, через такие вот технологии современные? Уму непостижимо, в какой сейчас атмосфере живет ум человека. Он абсолютно беспомощный становится, абсолютно беспомощный. И вы видите, что книги Прабхупады ставят на место наши мысли, чувства, на место ставят, на то место, где мы чувствуем себя хорошо, сильными, уверенными, счастливыми. Ясность наступает в нашей жизни, внутри. Поэтому неопечальность, если что-то не получается, если вы будете правильно практиковать, да, соприкасаться достаточно с книгой Прабхупады, будете сбалансированы внутри. Будете чувствовать счастье, на каком бы уровне не находились, будете чувствовать это счастье. Всегда, когда мы просто читаем книги Прабхупады, ну, даже 15-10 минут, уже счастье есть в этом. Если у вас есть время час почитать книги Прабхупады, вы будете на седьмом веке. Если вы три часа почитаете, не знаю, вы можете прям переместиться туда, в ту атмосферу бхагаватам, читанчаритамриты. Но я же знаю, что вы ленивые, по лицам видно вы. Ленитесь. Вы круг мантры внимательно стараетесь прочитать и думаете, что должен быть какой-то вкус трансцендентный, и уже вы должны там как-то освобождение какое-то получить, там уже ждете какого-то результата. Отдавайте себя, просто отдавайте в процессе без ожидания. Читайте, воспевайте, и не ждите, и продолжайте просто это делать. Вот с таким терпением, с таким смирением можно воспевать Киртанья Сада Хари постоянно и чувствовать себя хорошо, счастливым человеком. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид, около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды Интернет Санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз, но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Субтитры создавал DimaTorzok